Дождик проливной Эту песню поистине можно считать девизом прошедшего недавно в городе Октябрьске и Драйленда. Спарта 2017 собрала самых стойких и упорных спортсменов, которые соревновались несмотря ни на что. Каждый из них старался показать лучшие результаты в своей дисциплине и занять место на пьедестале. Соревнования по летней дисциплине вездового спорта, каникросс, байкджоринг, скутер у нас. У нас больше 100 заявок, больше 100 участников, 86 было заявок взрослых и порядка 15 детских стартов будут проходить завтра. Однако юным спортсменам в итоге не удалось испытать свои силы, так как организаторы посчитали слишком опасным их участие в гонке на мокрой трассе. Поэтому в избежание травм ребята остались лишь в рядах болельщиков. Впрочем, все они в итоге получили памятные призы и, конечно же, хорошее настроение от интересного мероприятия. Ну а взрослым спортсменам был предоставлен выбор – участвовать или отказаться от гонки. Решение в пользу последнего варианта не сделал никто. А значит, всем предстояло пройти дистанцию, которую изрядно подправил проливной дождь. Трасса около 3 километров. Трасса, в принципе, не легкая, подъемов очень много. Но усложняет это всем тем, что у нас пошел дождик, ливень. Участникам очень тяжело, трасса скользкая, были падения, но слава богу, без травм. Участники, которые давно ездным спортом занимаются, я думаю, это для них уже не первый раз такие соревнования. А для новичков, я думаю, это очередной опыт, и собаки должны бежать в любых условиях. Более того, опытные спортсмены и в домашних условиях стараются не отменять тренировки в связи с капризами погоды. А уж сдаться, не начав борьбу, тем более не нашлось желающих. Кстати, больше всего участников приехали довольно издалека и представляли соседние регионы. Самые многочисленные у нас представители – это Самара, Самарская область. Самая дальняя – это, наверное, Екатеринбург, Магнитогорск, Башкирия, Татарстан. А вот наша республика пока лишь набирает обороты в плане развития ездового спорта. В нашем регионе стал потихоньку набирать популярность. Конечно, не сравнится с той же самой Самарой, у которой очень много стартов, очень много участников, которые выступают очень хорошо. Кстати, дождь совершенно не испортил настроение участников, а многим такая погода вообще пришлась по душе. Красно, отличная, здоровая погода, супер для меня, мне такая погода нравится. Я, как спортсмен, люблю под дождем бегать в такую погоду. Таким же номером 13 мастера спорта России выполнил победу, поэтому все супер. На 90% уверен, что выиграл. Кстати, изначально Владислав был приглашенным спортсменом, который выступал не со своей собакой. Зимой начал выступать в этом виде спорта с другой собакой, знакомые позвали меня. А сейчас все понравилось мне, решил себе ездить в собакой, нормально. Другие виды уже надоели, охота что-то новое попробовать, решил в этом виде спорта. И ездовой спорт настолько затянул молодого человека, что теперь у него появился свой четвероногий партнер по гонкам. Три года будет уже в августе завод Дрема, Дремкетчера. Она, точнее, он мальчик, у меня находится уже два месяца. Два месяца, как я взял, предыдущий хозяин почему-то отказался. Привез я его из Свердловского области, из Каниска, Уральского города. Тренируемся здесь, живем спокойно, полюбили сразу друг друга. Он у меня как ребенок, вот я считаю своим ребенком даже, не то, что как друга. Они же, животные же, понимаешь же, как человек относится к животному, поэтому они чувствуют. Эмоции вагон, вообще, в принципе, для нас гонки это новое. Мы ездовым спортом не так давно занялись, у нас больше как-то выставки. И, в принципе, порода для подачи битой дичи, а не для ездового спорта. Но эмоции зашкаливают. Грязно, мокро, сложно, но здорово и весело. Ну, а партнером Ольги на этой гонке был ее совершенно не ездовой домашний питомец. Это золотистый ретривер Эллен Стайл Зола, питомник Магнитогорска. Мы сами из Магнитогорска приехали. Вообще, порода для подачи битой дичи из воды, из болот. Ну, вот, переквалифицируем в ездовой спорт. И то мы не занимаемся как таковым. Вот, есть соревнования, ребята зовут, и мы как бы спонтанно, мы не готовимся. Мы просто едем и получаем удовольствие. Кроме того, такое времяпрепровождение отлично сказывается на взаимоотношении с питомцем, а также развивает многие навыки и у самого спортсмена. Вообще, конечно же, это улучшает связь человек-собак в первую очередь. Это повышает навыки как точности. Допустим, вот такой трассе очень важна точность, сосредоточенность. Ну, и в принципе, спорт – это жизнь. Бег, велосипед. Почему бы не просто кататься, а еще и зарабатывать медали, работать на результат. Впрочем, для получения хороших результатов нужно еще изрядно потрудиться и исправить все моменты, которые мешают прийти первым к финишу. Вообще, очень тяжело приучить собаку тянуть именно поводок, потому что эта собака-компаньон конкретно, эта порода. Она все-таки приучена ходить рядом, помогать человеку, а не нестись вперед и нести за собой. Вот это тяжело. Все остальное – очень умные собаки. А вот домашняя питомица следующего участника была как раз ездовой породы. Так что для нее тянуть и бежать вперед – это, можно сказать, врожденные навыки. Мою собаку зовут Лора. Ей один год и восемь месяцев. Порода – Олескинский маламут. Сегодня я выступаю в каникросе. Это бег с собакой. Началось еще год назад, когда мы купили щенка. Заниматься ездовым спортом Рамзиль начал для того, чтобы дать возможность своей собаке выплеснуть энергию и быть ближе к своим природным инстинктам. Побегать с собакой, чтобы собака устала. Для таких пород собак нужны нагрузки. Летом мы катались с ней на велосипеде. Зимой мы приучали ее на санях командам. Вперед, налево, вправо. Собака становится более привязана к хозяину. Я с детства собаку очень люблю, но мне в детстве не разрешали собаку брать. Типа маленький там, ухаживать не будешь гулять. Сейчас разрешили. Начал заниматься спортом. Ну а напарником молодого человека по спортивным тренировкам и соревнованиям стал его четвероногий друг. Порода хаски, кличка Скай. Ему два года. Сначала он очень ленивый был, пока я его не стал тренировать. Потом он стал более-менее бегать. Сейчас начал брать места. Бронзовые призер башки получается. Тяжелее всего их отучить от других животных. Они очень агрессивны другим животным. А так команда нелегко воспринимает. Обычно бежать, сидеть. Когда он начинает понимать тебя, радуешься этому. Потому что он начал хорошо бежать, не за это не орался. Берешь какие-то места. Следующий четвероногий участник гонки также был из конной ездовой породы. Но выделялся среди других собак своим весьма юным возрастом. Собака сибирский хаски. Зовут его Гагарин. Гагарин в семье. Гарик Гагарин. А так он Хару Гагарин. Герой Гагарин родился в прошлом году на день космонавтики. 12 апреля. Поэтому он у нас Гагарин. Ему 13 месяцев. Он еще самый, наверное, маленький из всех, кто здесь сейчас участвует. Все где-то полутора годовалые и старше в основном. А мы вот заявились самые маленькие. И эта гонка для нас просто как проходная. То есть мы хотим просто набраться опыта сейчас. По большей степени. Для дальнейших выступлений, соревнований. В данной гонке именно опыт очень колоссальный, очень сильный. Потому что очень сложная трасса. Очень много подъемов, спусков еще. Очень экстремально. Очень. Вот, вот, колени, руки. Вот, два раза упал. Вот, трасса, конечно, жиденькая такая вся. Очень много луж, очень много грязи. Люди подскальзываются. Паренек впереди меня тоже подскользнулся. Упал. Следом я на том же месте практически упал. Потом собака убежала сама. Тоже за ней бежал пока. Догонял, тоже упал. Вот, короче, сложно. Сложно и экстремально очень. Владимир – один из тех участников, кто в ездовой спорт попал благодаря стечению обстоятельств. Но втянулся в это увлекательное занятие и теперь не представляет своей жизни без тренировок с собакой. В прошлом году ко мне на работу пришел мужчина. Он искал человека на инвалидной коляске для езды в собачьих упряжках. У меня жена инвалид, колясочник. И я ей предложил участвовать. Начали тренироваться, начали как-то заниматься всем этим. Купили собаку. И впоследствии как бы все это затянуло. А с такой собакой не заниматься данным видом спорта просто невозможно. Она требует этого спорта. Сама по себе требует. С ней надо бегать, с ней надо кататься на велосипеде, в нарте, на лыжах. То есть все виды физических нагрузок она очень сильно, данная собака, требует. Кстати, и дрессировка ездовых навыков дается питомцу Владимира намного легче, чем другие команды. Если не брать ездовую дрессировку, а именно просто вот та, которая дается в различных кэндлинг-залах и так далее, сидеть, лежать, она дается, давалось сложно. А то, что ездовая подготовка вперед, вправо, влево, стоять медленнее, быстрее, она вот ему давалась гораздо проще, гораздо легче. Вот. И поэтому, как бы, впоследствии мы отбросили всю дрессировку в плане выставочной и оставили только ездовую в основе. Вот он слушается, стоп, очень хорошо. То есть в этом сложности нету. Вперед, сдаешь команду, все, он полетел, он несется голопом, ему все равно, кто, где, что. Он даже на трассе, я думал, он будет отвлекаться на других собак, он не отвлекался. Мне вот этот опыт был важен сейчас. Он не отвлекался, он работал очень хорошо, очень уверенно держался. Поэтому можно считать, что такой необычный опыт гонки в дождь явно пошел на пользу юному четвероногому участнику. Впрочем, и более опытные спортсмены совершенно не расстроились по поводу капризов погоды. Впечатления хорошие, то есть погода сегодня стояла хорошая, дала нам успешно подготовить трассу. Ну и под конец, на самый старт, принесла треш в виде дождя проливного. Было интересно, как бы, нам, спортсменам, таким вот, чем сложнее, тем интереснее, как бы. Это тоже своего рода опыт. Самое удивительное, что ездовой спорт появился в жизни Артура Шейна совсем недавно и стал логическим продолжением решения о начале здорового образа жизни. В августе прошлого года бросил курить, решил заняться спортом. То есть собака уже была под боком, уже была натренирована другим каюром. То есть от меня только требовалось упорство с моей стороны. Ну и в принципе все получилось. Мы занимаемся спортом, участвуем в тренованиях, когда побеждаем, когда нет. Сложно, наверное, заставить себя больше всего. Это сложнее всего. То есть собака – это собака, у него крови-то заложены, он бежит. Ну, иногда, конечно, тоже приходится оставлять. Ну, в основном, конечно, тяжелее всего перебороть себя. Зато, если преодолеть свои сомнения и все же стать ближе к ездовому спорту, то это положительно скажется и на здоровье спортсмена, и на его контакте с собакой. Взаимопонимая собака, да, это, конечно, однозначно. С собакой начинаем лучше друг друга понимать. Ну, упряжка – это как единый организм. Если постоянно с ним тренироваться, это не просто так вот выйти с собакой погулять, в туалет сводить его и в парке прогуляться. Нет, это гораздо больше, с собакой работаешь, и друг друга начинаете лучше понимать. Следующего участника гонки также не испугал дождь. Единственное, что расстроило молодого человека – это внезапное принятие грязевых ванн. Великолепно. Да, понравилось очень сильно. Много грязи, конечно, придется помыться, но впервые со всеми бывает. Впрочем, принять душ после гонки придется не только спортсмену, но и его четвероногой напарнице. Маламут, два года, эсти, девочка. Молодец, но боится велосипеда, поэтому немного на старте немного оплошали. Но эти трудности совершенно не отбили охоту участвовать в гонках и дальше. Ну, четвертая гонка моя семейная, понимаете, там много кто тоже занимается. Например, у дяди тут тоже участвует, вот вместе с ним ехали. А главное, такие физические нагрузки идут на пользу питомцу. У нее же много энергии, я не всегда разделяю ее желание побегать, попрыгать. Иногда же я устаю, не хочется делать, а у нее тут много энергии. Приходится жертвовать собой, заниматься. Трасса прекрасна. В основном я постоянно тормозил. Кроме как с горки. С горки пытался немножко ускориться, потому что его фиг остановишь. А в горку один раз я даже слез. Потому что тяжело. Буксуют колеса, пешком быстрее получилось. Хотя, возможно, пешком оказалось быстрее не только из-за погоды, но и потому, что это была первая гонка Александра в дисциплине байк-джоринг. Два года занимаемся, на велосипеде в первый раз. В основном упряжка и бегал до этого. Ну так, любительский, конечно же, бегал. Впрочем, для питомца Александра и такие любительские забеги уже в радость. Ведь для ездовых пород движение – это жизнь. Главное здесь научить собаку основам этого движения. Это аляскинский маламут, кобель, жано, нар, фоки. Ну, ездовой он быстро у меня. Право-лево выучил. Вперед, стой тоже отлично. Команда мимо, конечно, плохо работает, когда мимо пробегаешь с собак, например. Но справляемся. Основные тренировки у нас по сельской местности, там собаки иногда бегают. Иногда хотят упустить. А послушание? Ну, он упертый. Иногда слышит, но не слушается. Среди участников «Спарты-2017» были как опытные спортсмены, так и те, кто выступал буквально впервые. А еще можно было разделить всех по тому, как появился спорт в их жизни. Одни начали увлекаться бегом или ездой на велосипеде с появлением в доме четвероногого питомца. А другие были со спортом на «ты» и до приобретения собаки. И, как показала практика, последние чаще воспринимали сложность гонки и дождь более позитивно и даже с неким вызовом. Вообще, я изначально раньше занимался хоккеем, но просто решили завести собаку в хаске. Два с половиной года назад. Сейчас у нас уже подрастает пятый. И мы на этом не останавливаемся. Очень зажигательно и заинтересованы. Есть такая самарская стая. Мои друзья привлекли меня туда. Так, мне это очень понравилось. Ездовым спортом, на самом деле, я занимаюсь буквально несколько месяцев. Но, в принципе, получается достаточно неплохо. И мы планируем занять здесь неплохие места. Ну, а к ним прилагается хорошее настроение и отличное развлечение для собаки. Люблю животных, собак. Моя любимая порода – сибирские хаски. Поэтому, и вообще, я человек за активный образ жизни. И собаки хорошо, и мне хорошо. Мы друг друга как бы тянем в зошь. Кстати, всего у Максима пять собак. Но для участия в этой гонке он выбрал одну из них. Наша собачка зовут Белла. Ей два года. Сибирские хаски. Из моих собак это самая беговая, самая послушная. Лидер в моей упряжке. Поэтому на конь-кросс я решил взять ее. Такие индивидуальные особенности собак очень важно знать и всегда учитывать. Это позволит избежать многих сложностей. Совсем легко ничего не дается. В принципе, все более-менее. Но самое сложное – это некоторых собак комплектовать в общей упряжке их характер, чтобы как они можно было их совместно достать. Есть такие собаки, которых нельзя просто совместно, а нужно. И вот это самое сложное. Зато если эти моменты отработать на тренировках, то на гонке уже не нужно будет отвлекаться на взаимоотношения между собаками. И можно будет полностью уделить внимание правильному прохождению трассы. И это особенно важно, когда погода подносит такие сюрпризы, как в этот день. Трасса очень интересная. Мы не ожидали немножко столько многих спусков, подъемов. Но очень классно. Даже сначала мы боялись. Но на самом деле, я думаю, для нас это был очень большой плюс. Так как мы на всех этих вражах просто обыгрывали, обходили соперников. Не было жарко. Самое главное – собакам очень хорошо, комфортно было. Они бежали. В целом, это очень запоминающаяся гонка. Получится лично для меня, точно. И запомню надолго, как мы падали. Люди другие падали. В общем, нечто. А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, которую мы создаем вместе с контактным зоопарком «Лесное посольство». Сегодня вас ждет встреча с новыми очаровательными и удивительными питомцами этого замечательного места. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в контактный зоопарк «Лесное посольство», где обитает более 40 видов животных. Здесь есть птицы, рыбы, насекомые, рептилии и млекопитающие. Сегодня я расскажу вам об одной из самых красивых, игривых и ласковых жительниц зоопарка – о серебристо-черной канадской лисе. Серебристо-черные лисицы от наших чернобурок отличаются тем, что совершенно лишены буроватого оттенка в окрасе, тогда как чернобуры всегда его имеют на ушах, лопатках, боках и бедрах. А вот мех канадских лисиц вместо этого содержит серебристые волоски. Особенность этой серебристости заключается в том, что она может быть распространена по всей спине, по бокам и на шее, или захватывает только часть туловища. А вот на животе серебристых волос не бывает. Кстати, у одних и тех же лисиц процент серебристости может меняться в зависимости от возраста. А вот кончик хвоста остается белым на протяжении всей жизни. Серебристо-черные лисицы обитают на Аляске и в Канаде. Кстати, канадские являются более редкими. Лисичка именно такого вида обитает в контактном зоопарке. Канадские лисы достаточно крупные. Весят эти животные в среднем 5-5,5 килограмм. Самки по размеру чуть меньше самцов. Длина туловища серебристой черной лисицы может достигать 80 сантиметров, а ее хвоста еще 60. Кстати, хвост для лисы очень важен. Во время бега он помогает ей держать равновесие, а зимой служит дополнительной защитой от холода. Продолжительность жизни этих зверей в дикой природе примерно 9-12 лет, а вот в неволе они могут прожить вдвое больше. Зачастую они селятся вблизи больших городов и деревень, где хорошо приспосабливаются и обживают окрестности. Они ведут одиночный образ жизни зимой, а вот к лету заводят семьи. В лисе семье заботу о будущем потомстве берут на себя оба родителя. Отец еще до появления малышей ухаживает за своей самкой и помогает ей обустраивать логово. Серебристо-черные лисички всеядные. Преимущественно они питаются мелкими грызунами, кроликами, зайцами и косулями, но также любят ягоды и некоторые фрукты. Самыми развитыми чувствами у лисиц являются слух и обоняние. А еще они очень быстрые, ведь максимальная скорость, с которой может бежать лиса – 50 км в час. А еще лисицы очень сообразительные. В случае опасности или погони они запутывают следы, чтобы ввести преследователя в заблуждение. Именно из-за этой особенности лисе присвоено звание хитрого зверя. И правда, почти в каждой стране мира есть сказка или легенда, где главным героем выступает лиса. А еще она изображена на гербах многих стран и городов, где олицетворяет мудрость, ум и принципиальность. А вот наша серебристо-черная лисичка еще совсем юная. Она появилась в контактном зоопарке в прошлом году. Скоро ей исполнится два года. Кстати, наша лисичка очень ласковая и дружелюбная. Лиска выросла с человеком, поэтому она никогда не кусается и всегда дает себя погладить. Правда, иногда может играючи прикусить руку, но это будет совсем не больно. Самое удобное время для того, чтобы пообщаться с ней – это утро и вечер, так как днем она крепко спит. Зато в это время вы сможете пообщаться с другими обитателями контактного зоопарка. А их действительно много. Кенгуру, енот, сова, страусы, павлин и многие другие животные ждут вас в гости. Приходите в наше лесное посольство. Контактный зоопарк «Лесное посольство» – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, где их можно трогать, гладить и кормить. Время работы зоопарка ежедневно с 10 утра до половины девятого вечера по адресу Менделеева, 205А, торговый центр Башкортостан. Телефон в Уфе 246-11-98. Редактор субтитров А.Семкин